Всем привет друзья, с вами Менел Вагор и сегодня мы продолжаем нашу рубрику под названием Куда пробить? Собственно сегодня мы рассмотрим танк 50 тп прототип, мой самый любимый танк, самый лучший мой прем танк в принципе, потому что как бы даже по сравнению с защитником он намного лучше и сейчас тем более его варгейминг раздает и также продается скидкой 15 процентов в пакетах twitch prime и собственно многие игроки его выкупают, потому что он довольно-таки редкий, он очень редко продавался, продается и в принципе не так уже их много в рандоме, но последнее время в принципе они стали появляться, поэтому я думаю многие игроки интересуются куда же его все-таки пробивать и как лучше на нем играть, как лучше на нем ромбовать, если это требуется и тому подобное. Итак, собственно начнем. Рассмотрим его собственно бронирование, давайте поставим калибр, пускай будет 105 миллиметров и бронепробитие максимальное в принципе даже для большинства голды на восьмом уровне, это 235 миллиметров. Вот, собственно у большинства танков это в районе 170 пробитий и выше восьмого уровня, это разные там стэшки и тому подобное. Единственное у тяжа льва как бы самое большое пробитие у тяжелых танков на, ну как бы наверное у всей игре на восьмом уровне и собственно голдой у него 258, это довольно-таки много, но мы ее рассматривать не будем, потому что скажем так не в каждом бою лев встречается, но собственно поехали. Итак, если... Сначала рассмотрим ситуацию, когда вы играете против поляка. Итак, собственно броня у него очень довольно-таки рандомная, так же как и у защитника и надо помнить, во-первых, то что у поляка катки вынесены вперед, они не на корпусе, то есть если вы будете стрелять, допустим он стоит боком, если вы будете стрелять в сам каток, у вас будет просто попадание, просто попадание и не больше. Почему? Потому что каток идет спереди, он даже по сути идет сначала какая-то металлическая кругляшка непонятная, а потом аж спереди еще перед этой кругляшкой вынесен сам каток, то есть даже второй каток вынесен по сути за корпус танка. Это довольно-таки удобно, потому что когда ты выезжаешь, ты можешь высовывать каток свой и максимум, что тебе сделают, это по сути собьют гусеницу. Дальше, что касается ромба. Ромбовать в принципе защитникам, оговорюсь. Ромбовать в принципе 50 тп прототип может и это довольно-таки эффективно, снова-таки, потому что у него очень широкий каток и в основном, когда ты выезжаешь катком, то есть надо высовывать его, даже специально его надо высовывать, потому что, во-первых, центр башни, ствол будет примерно вот здесь. Это значит, что даже можно вот так ставить, то есть очень жесткий угол получается и от центра примерно на средину. То есть даже с таким большим пробитием, скажем так, голдой на уровне, он тут пробивается не так уже и охотно. То есть чем меньше вы... Ну то есть период катка надо высовывать 100%. За счет этого уменьшается угол и увеличивается шанс того, что вас не пробьют. То есть, допустим, можно даже вот так выезжать и примерно ствол будет, ну вот так где-то идти даже. Примерно так. То есть у вас каток как бы торчит, но вы уже выехали для того, чтобы выстрелить и у вас есть возможность это сделать. Сведение у поляка довольно-таки быстрое, поэтому долго вы так стоять не будете и максимум вы получите там один выстрел и то это будет не пробитие. Ну то есть вас просто собьют каток и вы будете стоять дальше, ждать кадешки, которые по сути 11 секунд и делать следующий выстрел. По сути сюда вас не пробьет. Дальше надо прикрывать вот эту полку. Эта полочка под башней будет пробиваться, но это еще не самое страшное. Если вы в принципе выйдете вот таким идеальным ромбом, этот кусочек он будет не такой уже и большой, но его скорее всего будут выцеливать, если кто-то знает как пробивать поляка, его будут выцеливать, поэтому лучше всего после выстрела опускать ствол. Углы склонения у поляка минус 10 и он позволяет танк опустить ствол так, чтобы прикрывать эту всю полочку. Но она в принципе широкая, поэтому можно даже башни помансить, потому что снова-таки у него лючки больше, чем у защитника и в них могут попадать. Если люди выцеливают, они скорее всего будут в них попадать, потому что лючок не такой уже, ну он как, он по сути маленький, но не такой уже и маленький. То есть можно будет попасть, особенно если выцеливать. Но в принципе если вы будете ромбовать с этой стороны, то есть на правую сторону ромбовать, тогда вряд ли вам будут выцеливать этот лючок, потому что он всегда у вас будет прикрыт. Практически он будет за препятствием. То есть допустим тут какое-то препятствие, если вы будете так выезжать, у вас лючок будет даже скорее всего за препятствием, а у вас уже будет возможность выстрелить. Дальше, когда вы ромбуете, снова-таки нельзя доворачивать, ну то есть надо сохранять идеальный ромб. Если вы доворачиваете больше, у вас открываются просто колоссальные зоны пробития. Это во-первых каток, то есть тут уже пробивается 100%. Ну как бы тут дальше идет экран, пробить довольно-таки тяжело, но сам каток пробивается абсолютно по сути везде. Ну тут попадание, потому что там уже корпуса нету снизу. А так по сути пробивается везде. Дальше снова-таки под башней пробивается, и плоскость эта она увеличивается. И снова-таки у нас открывается, ну даже не снова-таки, я об этом еще не говорил, у нас открывается боковая часть места мехвода. То есть она довольно-таки картонненькая, и когда вы ромбуете, слишком доворачиваете ромб, она открывается, и сюда можно пробивать. То есть это надо все учитывать, сохраняйте идеальный ромб, и вас пробивать никогда не будут. То есть, ну по сути, выстрелил, сразу ствол опустил, и все тут прикрыто. Это надо иметь в виду. Дальше. Если вы стоите лбом, лбом, тут допустим, к примеру, какой-то насыпь, вы выехали, вы танкуете. Во-первых, лючок, но тут есть триплекс. Вот он, на башне этот триплекс, и скорее всего, если вы вот так прямо стоите, этот триплекс, он закрывает практически половину лючка. То есть, если вы будете так стоять, вас будут стрелять, они будут попадать, поскольку триплекс это модуль, он будет просто принимать на себя все эти снаряды. Они его вряд ли будут пробивать. То есть у них будет просто непробитие. Идем дальше. Под башню. Под башню пробивается, но не особо таки охотно. Учитывая, какое я поставил пробитие, хочу напомнить, что это пробитие большинства танков на восьмом уровне голдой, и только у льва это стандартное пробитие бэбэшным снарядом. То есть, большинство танков даже голдой сюда пробивать будут неохотно. Идем дальше. Самое уязвимое место, по сути, это вот этот треугольничек. Вот эти скосы, они, по сути, довольно-таки неплохо бронированные, но, снова-таки, сюда могут пробивать, но редко. Если такое большое пробитие, допустим, какой-то лев против вас играет, тогда вся вот эта трапеция, по сути, уязвима для вас. Больше всего уязвим как раз вот этот треугольничек, где находится триплекс самого мехвода. Его надо защищать. После выстрела обязательно опускайте ствол. Все. И у вас вот эта часть, как раз треугольничек, будет закрыт. И, собственно, вы будете абсолютно неуязвимы для танков, которые против вас воюют. Но, с другой стороны, есть шанс на то, что даже если они будут сводиться, у них все равно снаряд куда-то полетит. Не туда, куда надо. Поэтому, самая идеальная ситуация для полика, это когда он просто прикрывает НЛД, в корпус его не пробьют, потому что у него приведенка довольно-таки хорошая, и он просто играет ровно. Это самая идеальная для него ситуация. Потому что, снова-таки, идеальный ромб, он хорош, но его могут пробивать под башню. А как бы, когда вы стоите прямо, тут брони больше, плюс приведенка, потому что здесь идет полусфера, плюс приведенка вас сюда не будут пробивать. Дальше. Что касается ситуации второй, когда вы играете в роли игрока, который управляет поляком. Снова-таки, идеальный ромб. Я уже перед этим объяснял, насколько он важен, именно как раз идеальный ромб, и какие зоны надо прикрывать. То есть, снова-таки, выстрелили, опустили ствол. Все. Лючок у вас, скорее всего, будет прикрыт, если вы прям очень хорошо выставите ромб. По-другому, то есть, вас пробивать через каток снова-таки не будут. Если у вас идеальный ромб будет, вас тоже сюда пробивать не будут. И вы сможете нормально отыгрывать. Даже, по сути, не надо будет заезжать. Ну, можно, в принципе, чтобы фугасом не разбирали. То есть, вы подъехали под стенку, дальше назад по чуть-чуть, по чуть-чуть отъезжаете, а сами уже примерно смотрите на танк, который играет против вас, чтобы вы видели, когда у вас появится возможность выстрелить. чтобы вы дальше не выезжали, потому что у вас открывается НЛД, и вас сюда будут пробивать. Снова-таки, открывается полк, планка, вернее, стенка, вместо мехвода, сюда тоже будут пробивать. То есть, это надо иметь в виду, обязательно, всегда. Так, идеальный ромб. Снова-таки, обратная ситуация по поводу насыпи. Если вы стоите, после выстрела сразу же ствол оп, опустили, и стоите, ждете кодешки. То есть, единственное, ну, меня очень часто, допустим, когда я играю на полике, не пробивают, не пробивают, а начинают разваливать фугасами. Фугасами разваливают больно, артиллерия очень сильно больно кусает своими фугасами, и от фугаса он, в принципе, страдает довольно-таки хорошо. Но, с другой стороны, вас не будут пробивать ББ, скорее, ну, ББ не будет точно пробивать, скорее всего, не будут пробивать голдой, и даже если фугасами будут наносить урон, там, в 150, в 200, вы с альфой 490, 440, пардон, вы с альфой в 440, будете по-любому в выигрыше. То есть, как минимум, вы будете настреливать 2,5-3 тысячи, а для поляка это уже фиолетовая остатка, и, короче, у вас все будет гуд. Будет и расти, и отметка, и все остальное. Ну, то есть, это самые такие напряженные моменты, когда действительно надо драться. Никуда не ехать, не ромбовать, а именно драться, стоять. Вы просто стоите лбом, прикрываете треугольничек мехвода, все. Вас практически невозможно пробить. Я не знаю, будет ли это видео полезно умелым игрокам, которые знают, куда его пробивать, и знают, как на нем играть, но, в принципе, для большинства, я думаю, кто с ним сталкивается, это будет полезной информацией, и, я надеюсь, эта информация вам поможет. Так что, подписывайся, ставь лайк, заходи в плейлист, там есть еще такого же рода видосики, в принципе, на разные танки. Если интересует какой-то конкретный танк, пиши в комментариях обязательно, и я постараюсь снять видос по этому танку, выложить, и приятного вам всем игры, всем счастливо, и пока-пока.